Так споем. Отец наш Небесный, моля Тебе, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, возгей в нас любовь к Слову Твоему Святому Господи. Прибудь с нами, чтобы мы пребывали только в истине, не уклоняясь ни влево, ни вправо. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и вовеки веков. Аминь. С Божьей помощью мы в прошлый раз закончили изучение первой главы второго послания апостола Павла Коринфяна. Последний стих прочитаем и вернем и начнем вторую главу. Последний стих, 24 стих второго послания апостола Павла Коринфяна. Первой главы. Не потому, чтобы мы берем власть над верою вашей, но мы поспешистуем радости вашей, ибо верою вы тверды. И вторая глава. Первый стих. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. То есть из этого стиха следует, что уже он огорчал их. А почему огорчал? Да потому, что они его огорчили. Вот и выходит взаимное огорчение. Слово опять показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня. Но другим образом. Я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас. Что, впрочем, имеет одну и ту же силу. Ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами. Но для них было это удобовыносимее. То есть снисходительность к ним проявил, употребляя такое слово опять. И упоминает о том, что они его огорчили своими грехами. А он их, в свою очередь, опечалил наставлениями. Так и сейчас и у нас. Вот нам опять читают нотации. И вот нам не нравится, когда нас отчитывают, что называется, по первое число. Но при этом наставник нашей брата или сестра, когда нам делают замечания, когда говорят о том, что мы поступаем не по Слову Божию, но решаем какие-то заповеди и какие-то слова Святого Писания, но это же только на пользу нам и на пользу себе делает этот брат или сестра. А когда, что делают? Не осуждают, а обличают. Обличение, оно полезно, взаимно полезно. И для обличающего, и для обличаемого. Так и здесь получается. Он был огорчен, опечален тем, что они его огорчили своими грехами. Естественно, он должен был направить свою волю на свои желания, свои слова и мысли на то, чтобы исправить их. А для этого он должен был рассказать, в чем они были неправы, в чем состоял их грех. И далее. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? А почему он так говорит? Да потому что надеется, что будучи огорчен, он разумится и вернется на пути праведные. А этим обрадует того человека, то есть в данном случае апостола Павла, что то, что опечалило их, слова опечалили их, они будут правильно поняты и примут специальные действия, чтобы избавиться от тех действий, от тех грехов, которые были совершены. Хотя я огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас, но благодаря этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и упреки производят в вас скорбь. А иначе, да пошел ты, да и все, и не принял никакого обличения, никаких упреков. Ибо никто так не радует меня, как скорбящий, так при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. Ну, вот два стиха. У кого появились мысли, примеры из своей собственной жизни? Кто испытывал на себе обличение? И как воспринял, да, Людмила Степановна? Я вспоминаю, когда я пришла только на занятия, да? Первый год. Не то, что прям как только пришла, а первый год. И там пришла на занятия, также у нас была... Это я забыла. А надо это? Зоя, да. Зоя, надо это. И знаете, когда ей часто делал замечание Игнатий Тихонович, очень часто делала замечание, Надежда Васильевна. И меня удивляло, как она это воспринимала. Она всегда говорила, спаси вас, Христос. Спаси вас, Христос. И так улыбалась, умиленно. И так вот мне нравилось, что она принимала. Думаю, ну надо же. Что это, спаси нас, Христос? Я еще вот никак не могла это понять. Спаси Христос. И мне это было непонятно. Я из мира пришедшая, я совершенно ее не понимала. И потом только через, может лет через пять, я начала понимать, что нужно так отвечать. Потому что эти люди, исправляя, допустим, меня или кого-то, их нужно благодарить за это. А не грубить и не отвечать. Я без тебя знаю, я давно хожу. Я такая вот вся умная такая. И здесь вот мне она примером послужила. Понимаете? Вот с самого начала я долго это не понимала. Пока у меня не открылось как-то, когда я читала Слово Божие. И у меня открылось это. За все благодарите. Христос спасает. Так спаси Христос вас за то, что вы меня обличили и дали мне понять, где я нарушила. Я это истинно поняла, когда только читала Слово Божие. Я поражалась и поражалась. Спасибо Христос, Любима Степановна. Я только могу сказать, добавить от себя то, что хорошо, когда эти слова, благодарения, произносятся именно от сердца, от души. Что это не только просто от ума. И для соблюдения этой формы. Спаси Христос. Можно произнести «спаси Христос», а на уме себе иметь совсем противоположное. Да, брат? Ну, я хотел не с этого начать, не примеры свои. Вот я так и думал почему-то, что сейчас, если кто-то будет говорить пример, то обязательно будет какое-то потом замечание. Вот эти вот наши «спаси Христос», там ответы все лицемерные. Где сейчас это за это? До Христоса у нас? Ага. Не из-за этого она. Да уж, конечно, не из-за этого. Почему брат Виктор сейчас задал именно этот вопрос? Надо быть от сердца и так далее. Это вообще мы уже в дебри ушли. А там сердце есть или нету? Я хотел бы на помощь Священное Писание нам позвать, может быть. Да. Аукнем. Священное Писание. Приди. Как Дедушка Мороза дети зовут? Нет. Елочка, гори. Скажи еще себе. Да. И сегодняшнее место Писания как раз говорит о том, что главное нам брать пример с Христа. Вчера была проповедь. Христос говорил о смирении. 11 глава Иоаннский Атмарфея. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, ибо я смирен и кроток-кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим». Когда человек начинает огрызаться, ведет себя вот дерзко, как этот фарисей, это дерзко он себя вел. Что его довело до этого? Его довело для этого небодрствование. Он расслабился. Можно его назвать неверующим? Не можем. Он обращается к Богу. Но он забыл, кто, перед кем он стоит. И мы так часто забываем об этом, перед кем мы стоим. И вот поэтому нам нужно задавать вопрос не только перед Священным Писанием, кто сказал, когда сказал, кому сказал, зачем сказал. И вот когда к нам братья и сестры обращаются, мы должны этот вопрос именно к этому случаю задавать. Кто сказал тебе, когда сказал, зачем. И выяснять вот это все до конца. У нас часто этого не происходит. У нас такие иногда мелочные бывают разборки непонятные. А люди, сестры, братья уходят. И мы даже с ними перед этим ни о чем нормально не поговорили. Почему? Потому что до конца не довели это. Потому что Господа не было. Написано, как дальше? И написано. И пошли оба домой. И этот ушел оправданно более, нежели тот. Не написано, как они между собой разобрались. Потому что не было этой разборки. Господь довел все до конца. Он смиренного увидел и кроткого. Почему? Да потому что Господь о смирении и кротости сам сказал. Ибо кроток и смирен сердцем. И он только в этом и знает, как помочь. А фарисею как помочь выше других? Ну никак помощь не мог Бог оказать. Все, что он должен был сказать. А ты еще выше космонавта. Выше там этого пулеметчика. Молодец какой. Но это Господь сказал. Я не поставлю для того, чтобы разбирать, кого чье имение. Я пришел не судить, а спасать. Я не понял. Он туда перенесили все. Здесь. Вот. Так, ну что. Еще есть по этим стихам вопросы, рассуждения. Дальше. Третий стих. Это самое. Я повторю, Игнат Тихонович. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною. Вот мы по этим стихам рассудили. Теперь третий стих. Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я не во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Толкование. Для того написал я теперь вам, чтобы вы исправились, и чтобы, застав вас не справившимися, не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне случаи к радости. Написал, говорит, надеюсь, что вы исправитесь, и тем обрадуете меня. Моя же радость, а радость для всех вас. И сказал я, дабы, придя, не иметь огорчения, потому что имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то будете радоваться, а если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть. Но здесь всегда надо помнить нам о том, когда кто-то обличает тебя, то даже, как говорят, если он тебе сказал правду, если ты осознаешь, что слова обличения, они реально к тебе относятся, что ты в чем-то неправ, согрешил в чем-то, то ты с благодарностью должен принять это уже, мы говорим. И даже если это не так, не соответствует тому, в чем тебя обвиняют, обличают, ну, за намерение, нужно тоже благодарить. Потому что это было намерение доброе от брата или сестры исходящего. Можно их тоже? Да, да. Я хотел сказать вот что. Единственную радость я до конца испытывал, испытал, и я счастлив. Я думаю, что и каждый из нас ее испытал, как там говорит апостол Павел, во всех вас я уверен. Я во всех уверен, что все это испытали. Только тогда, когда мы соприкоснулись с занятиями Игнатия Тихоновича Лапкина, когда мы услышали до самого донышка всю правду и истину. Он ничего не скрывает, там рассказывал все. Почему мы сейчас и ведем такие занятия, иногда у меня у самого мурашки по телу, потому что я не понимаю, откуда это берется. Я думаю, можно даже так сказать, что когда идут занятия, вот у нас, и практически каждый из нас имеет Духа Святого, понимаете, до конца. Мы же просим его, чтобы... Да, я не знаю, отчего это, но это потому, что мы вот на заре своей веры, когда еще мы были совершенно девственными, мы не знали, что наша душа еще ничего не отпечатлела. Но мы пришли и с этими, эти слова из уст Игнатия Тихоновича услышали. Это, допустим, пускай это будет не его уста, это будет какая-то печатная информация. Но она через него пришла, понимаете? И мы со смирением и кротостью, мы пришли ко Христу, понимаете? И Господь дал вот такие силы ему тоже, и нам принять это все до конца, принять. Как это получилось, я не могу сказать. И теперь, дальше уже, когда мы начинаем с кем-то беседовать, я не могу этой радости нигде найти. Вот с кем бы, где только не встречался. Вот увижу человека, и все о нем хорошие говорят. А у меня уже на сердце, я же знаю радость до конца. Я начинаю беседовать, вижу, это не так, он говорит, это не по Писанию, это вообще в разрез Писания. И у меня нету этой радости. И я думаю, ну когда я эту радость увижу? Думаю, ну вот, вот, отец Василий едет. Отец Василий через Игнатик, значит, обращенный, священник там в истине. Думаю, ну все, начинает отец Василий тут, и что-то раз, смотрю, уже не так даже себя ведет. Уже начинает, а я не хочу, уберите там фотоаппараты, уберите то. И у меня уже сердце покрывается, покрывается. Я вот, когда мы приехали к бабушкам, и он говорит, бабушки вас здесь, говорит, в Романово это не ждут. А вот там, говорит, вас бабушки так ждут в этой деревне. Ну и мы туда приехали, и правда, они прям бросаются на нас. Сестер зацеловали, прям подходят, вот так вот, брата трясут. Такая радость, все. И только я первые слова произношу, они вот такие радостные, я произношу первые слова. О спасении свыше, о Христе, о Библии. Смотрю, переборщил я. Они так раз сразу заморчились, и вижу, никакой радости нету от того, что я тут стою. Нету этой радости, она закончилась. Я думаю, и у меня вот тогда мысль возникла, думаю, надо же, как все по-разному. А я просто от счастья, я утерпеть не мог на скамейке, когда выйду после занятий Игнатихныча и с кем-то побеседую, с братьями. Да Игнатихныч, до этого уровня дорасти, это, ну, как Владимир Ильич Ленин, высоко очень. Думаю, а как бы побеседовать? Я вот беседую с братьями, там, там. А они сами многое не понимают. Но, вот то, что они со смирением и кротостью к Слову Божьему отнеслись, и приняли это на чистую душу, отпечатлели вот правду истину Христову, это все отобразилось. И никто во мне уверенности в Библии или во Христе, из тех даже, кто отошел, никто не поколебал. Они отходили, и они еще были полны жизни. А не знаете, это, как бы сказать, я не могу сейчас, это, как будто бы человек, которому вдруг раз, вот он все функционирует, и вдруг раз ему способность двигаться, вот как у Сергия, которого, мы говорим, больного, отключили от всего. У него одни глаза, там, мозг, о чем он думает, я не знаю. Для меня это всегда было так странно, я хочу сказать, первый раз сейчас признаюсь, у меня, вот, Слава Старков, это был мой друг, вы не понимаете, какой был у меня друг, он у меня был настоящий брат, мы так с ним слепились, я же там жил у них, они там святи жили, и он мне был, ну, настоящий брат прям, до такой степени сроднился я с ним. И когда он уходил, у меня даже слов не было с ним поговорить, я не знал, о чем говорить, и я не мог понять, почему я не могу с ним говорить. У меня был друг Слава Волков, это просто мы не разлей вода были, это необыкновенно. Я думаю, и когда, я уже тогда знал, и думаю, вот, если еще такой будет случай, я обязательно найду слова, буду говорить, чтобы, ну, как можно уйти из такой общины, с такими братьями и сестрами. И вдруг уходит Слава Волков, и перед этим разные события, и я подхожу к нему, а я не могу ничего сказать, он мне начинает говорить, и начинает, ну, что, что выше, предание или писание? Вот такие вопросы, все. Я говорю, а ты сомневаешься в писании? Я не понял. А, ну, понятно, вы тут понаучились, а непонятно, чему вы, бестолковщине. У меня, и я не, я понимаю, что я ничего не могу уже сказать ему. О чем я буду делиться, когда это вот, это уже не смирение и кротость перед писанием. Это, и никогда не будет там этого смирения и кротости. Это настоящее фарисейство. Я узнал нечто такое, что вы тут вообще все прав предо мной. Я вот такое, там что-то. И все, я понимаю теперь, что я и не мог говорить, мы на другом уровне уже становимся. И теперь вот эти все, кто братья, бывшие наши сестры ушли, это, они не знают радости. И ту радость, которую здесь познали, они забыли ее, скомкали, втоптали в грязь. И первым делом сразу говорят, из уст этого человека, да мы это и раньше все слышали. Это первые слова. Запомните, кто только из вас начнет думать, что он где-то уже слышал это все, это первая ступенечка вниз, вот туда, во мрак. Все, вы уходите в никуда. Потому что первые слова истинные, и о том, как Христос нас спас и как спасает, мы услышали на занятиях. Поэтому, как мы должны беречь наши занятия и слова Божии применять именно так, как нам показывал наш наставник, преподаватель. Спасибо, Христос. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Толкование. Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то, чтобы не сказали, ты потому стараешься опечалить нас, чтобы самому радоваться. Объясняет, что он сам весьма скорбит, скорбит более, нежели сами согрешающие. Не от скорби только, но от великой скорби, и не со слезами только, но со многими слезами написал я. То есть печаль, сжимая и стесняясь сердце мое, подавляла его. И потому писал я, подобно отцу и одновременно врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит и от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению, но с другой стороны, и радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Так говорит и я, скорбляя вас, согрешающих, скорблю более. Скорблю, но с другой стороны, и радуюсь, когда вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление. Не чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но чтобы исправить, однако не говорит сего, а услаждает речь, желая привлечь их уверением, что он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гневу. Ибо то знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях, и спешу делать вам выговоры, и тем огорчать вас, и если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания. Отключайтесь, Игорь Тихонович. Мне на память приходят слова всегда Иоанна. Они вышибают от нас. И через то обнаружилось, что они все были наши. А вот пока они вышибают, почему они не были обнаружены? То есть мы какие-то делаем снисхождения, ну мало ли, что уставший человек был, ну не пришел, ну заболел, там пятка заболела, в носу расцвербила. А вот когда отошли, теперь это все выстраивается в одну линию. Вот там он то-то сказал, тот-то, и через это обнаруживается. Он уже тогда был не расположен, он тогда уже враждебный был. Вот Игорь как раз про это сейчас говорит. Они когда начинают отрекать, а я и все до этого знал. И Бог, видимо, слышит молитву, он возвращает на то состояние, когда мы первый раз встретились. А когда встретились, у него ничего не было. И он как будто вот так вот переброшенный. Единственный человек, который все помнит, как была наша встреча, как говорили мы, как молились. Он зафиксировал, на весь мир дал. Это самый активный сегодня отец Геннадий Фаст. Он начал с того, что получил. Он не потерял ничего. И он все время везде поминает, что он для меня кем был. Вот я для него как это. И у него магистр богословия, благочинный край был, постоянно ведет занятия. Какие у него чудные книги вышли. В интернете как, никого больше такого нет. Я как-то не могу не связывать. Ты сам это решил. Вот ты назвал Слава Старков, стал священником. И где-то что-то пошел против, это то, что он оттуда опитался. А когда приехал-то, ведь даже я вслух произнеси, не каждому, каким он приехал. Даже в ограду запускать нельзя было. Приехал с нарушением всех правил. Никто его не ждал. Потерявку мы не разрешали. Но приехал, экипированный с собой, кое-что привез, ну, в рюкзаке. Вот по строгости, по нашим правилам, не надо было изменять. Расстались, мы больше не знали друг друга. Нет, я пошел к батюшке, я все виноваты. Встал ходатать, ну, батюшка, ну, человек так был. Ну, ладно, курил он там дорогой, пил там, блудил там. Уже к нам едет и все грехи те же самые тащит. Он знал прекрасно, что это нельзя. И уже все, бесполезное дело. Я к примеру говорю, к примеру. Не называй определенные грехи-то, а то скажут, его разоблачают. Опять же думаешь, приехал. Его мама отправляла. Он только взял с собой. Дальше показался простым в обращении. Мы там сетку долго с ним распутывали. Но когда он узнал, что приближаются, есть возможность их сватывать на священника, условие одно только. С Игнатьем прервать всякую связь. Не встречаться нигде нету. Теперь они внезапно делаются лютыми врагами. Притом даже среди патриархийных священников таких не было у нас здесь, как он делается. Я набираю детей. Кого касается? Какое отношение к патриархии? Нет. Я ни от кого не зависим. Я основатель этого лагеря. Лагерь имеет регистрацию краевого отдела юстиции. Мы вывешиваем объявление. Ну, кто нас будет знать-то? Мы говорим, начинается набор в лагерь. А они посылают семинаристов, и они по столбам бегают и снимают, и пишут ересь. Детский лагерь ересь. Они безумные в полном смысле. И вот однажды уже посадка. Мы, кажется, людей уже собрали. Как-то в два раза отправляли. Много было детей-то. А он сидел в сторожке, он знал, и смотрел в окно, и выскочил. Бежит, у него кресло так болтается. И мне уже рассказывают. Я только что отошел, а жил-то я рядом-то. Он подбегает там. Вы кого слушаете? В лагерь не пускайте детей своих. А там мужики как-то уже говорят. Ты вообще говоришь. Тебе сейчас как звезда ног, говорится, мозги по магазину. Он сразу развернулся и был таковский. Его дела никакого до меня нет. Но теперь я делаю это лютея и лютея. Почему? Семь злейших. Он таким не был. Это вы его сделали таким жестоким, безжалостным. Иуда Бенгур. Когда встречается, он говорит, я Мессал узнал, мы друзья были. Он не был таким. Это Рим его сделал таким беспощадным, безжалостным. Рим. Это вот это патриархийное сергианство сделало таким. Это не он один. Везде. Везде. Где бы то ни было. Люто бросаются. Я не верю, что будет сейчас что-то в России большое, и священство останется. Оно будет все испепеленное, Богом сожжено. Дотла. Патриархия просто мгновенно исчезнет, как ее не было никогда. Отдельно где-то люди будут. Бог не может бесконечно терпеть этой наглости, вот этой подлости, что они делают везде. Как оправдывают, как нарушают канонические правила сплошь. И главное, при их положении, они бы молчали, зажали, за что бы никто не знал. Нет, они кидаются, как будто нет. А ты вот говоришь, ты лукавишь где-то, еще и там такое. И видишь, они бешеные, безумные совсем. У тебя же правила канона нет. Нет, регламентирует правила Вселенских соборов только епископ. Он говорит, а фонарей надо совсем. Да где же это видно, Вселенский собор, на котором 400-600 епископов, и сегодняшний какой-то КГБ-щик будет регламентировать, применять правила не принимать. О, вы тогда не православный, сектант. Тут сектант там попахивает, и все у них попахивает. Сотлели. Зловонные трупы. И такими же сделали прихожан. Общаться с ними никак нельзя на простом уровне. Они до безобразия похожи на своих духовных учителей. Не говорю обо всех, но то, что я знаю, где бы ни был. Где бы ни был. От Камчатки, от Дальнего Востока и до зарубежья. И они там такие, их ставленники. А я знаю Божьи правила, и знаю, Бог обязательно уничтожит. Они болеют, как правило, у них голова болит. Воспаление головы начинается. То есть, беснование. Они ненормальные. А что нужно? Так вы, фарисеи, мытаря, черную ступеньку мытаря-то не становитесь-то. Это вы говорите, мы не такие, как прочие. Это вы говорите. Я не могу сказать ничего, почему. Но я никто. Я в основании пирамиды стою. За них несу. И вот апостол Павел, как дипломатично, он беседует. Не хочу к вам прийти, чтобы не оскорбить, не задеть и прочее. Но он любит их очень, этих. Корылькин. А они ценили его, не тут-то было. Это город блуда. Город разврата. Морской притон был. Но он работал с ними, нам дает пример. Если я этими словами сейчас буду кому-то говорить сразу, ты льстишь, ты обманываешь, ты не любишь. Но Павла они в ответ писали или нет, мы тоже не знаем. Нигде нету. Но они вышли, через сто обнаружилось. Они с нами не были. А вспомнил Слава Волков, как тут восставал. Даже, это была Михайлова она, Павлина Дмитриевна. Да. Да. И она и то и говорила, ну сядь ты сядь, она бывший партор. Махнет на нее. Он бузил и бузил стоял. Как потеряевки сколько было. Какую характеристику я ему давал тогда. Как великовозрастный дэнди. Никогда не забуду. Я на балерины достраивал. А Витя, вот он вышел. Я их поставил, говорю, идите там. Белдизера работали. Они с веткой вместе вал навалили, где новый пруд делали. И там торчат они, надо отпилить. Витя старший. Только я голову скрыл, слышу, кричит. Он вернулся один, с ножопкой. А что ты вернулся? А почему Витя старший? Я говорю, пожалуйста, ты старший иди. А куда идти? Какой же ты старший, когда не знаешь, куда идти? А что там делать? Это надо идти в какую сторону? Он не знает, туда или сюда идти. И не знает, где пруд. А там дойдешь до леса, там пруд надо искать. Теперь где этот вал? С какой стороны обрезать? Он ничего не знает. Но старшим почему я его поставил? Я переменил его. Я поставил тебе старшим. Иди. Ничего себе дела, с ней сиди не мудри. И тут же дал ему наставление, что тебя ожидает. С такими мыслями, как ты есть, тебе только в старое брящество идти. Это помещено в книгах. Он ушел в старое брящество. Это начало, когда бузит. Я ему говорю, тебе только в патриархии быть. Тебе сплошной двор нужен и какая-то должность нужна. Так все и пришло. Да я-то сказал просто так. Я даже не думал об этом. Просто, говорится, сказал. А оно все в точности. Так и подошло. Тот пошел в старое брящество, а этот там бузит. А можно что-то исправить? Не знаю. Я смотрю на детей. Вот дети впереди стоят когда. Вот Ваня, он все время спит. Вот смотри. У тебя дочка старшая была. Какая? Вторая. Она стоит. Батюшка меня спрашивает. Вот смотри, как стоит эта Маша. Она стоит абсолютно безразличная. Ее как будто здесь нет. Подросла и сразу ушла. Сколько она подросла-то? Во сколько лет? Лет 13 уже не стало ее. Вот так. Это видно в ребенке. Я тоскую внутренне. Все время мне хочется найти детей, потеряя в привезде, приглядеться к ним, вспомнить, что такое избрание. Я узнаю это по молитве, по отношению, к внимательности. Он будет искать священную повесть, где услышать. Нет этого в детях. Нету. Они игрушки там заваленные будут играть или что-то. А это вот такое крохотулька подходит и спрашивает. У меня в заключении сколько людей было, которые ко мне обращались. И только один по-настоящему. Не, просто вот сейчас бы сунулся. Он каждый день. Только маленько пройдет. Отец Игнатий, давайте помолимся. Или давайте споем песню. И опять. Маленько погодя гляжу и плачет, и плачет, ходит. И все. А я то, как я жизнь прожил. У него пробудилась здесь. Какие-то дети у меня растут. Какие они злые. А сейчас попробуй скажи, что у тебя дети, две дочери злые. А он говорит, у меня две дочери и такие злобные растут. А вы говорите, святые божьи, дети пели. Он один. Его сразу было видно. И он все переписывал и переписывал мои там стихотворения. У него здесь на пальце мозоль была. Надутая, надулась водяная мозоль от ручки. Производственная трамба. Молитвы внуков, детей своих. Зовите их Богу и приглядывайтесь. Кто? Всем сердцем. Ему ничего этого не надо. Вот о святых считаешь, они любили играть. Они прислушивались. Житие о святых, когда описывают, они в детстве отличались. О других детей. Может быть, это придумал Дмитрий Расулский, но однако он знал, что в биографии. Я не против игры. Я за то, чтобы как-то замечали за детьми, есть у него или нет. Нет, значит, развить в нем как-то. Тоску по небу. Он рассказывал, Алла, ты или кто рассказывал? У баптистов какая-то была горбатенькая и сынишка такой же слабенький. Он бегает с ребятишками, прибежит. Мам, давай споем. Синее небо меня так манит. Знаешь, что там мой Спаситель Христос? Ребенок маленький. И внезапно умирает она и он. Так они сектанты. Не знаю. Иные сектанты более православные, чем попы наши. У них столько нежности, столько ревности о деле Божьем, сочувствия. А здесь ничего нет. Защити только свою корпорацию. Он трясется, аж сказали о патриархии. Нет. Ну, патриархия это Сталинско-Беревская организация. Все это не забывай. А как же благодатные признаете? Ну, признаю тебе, что из этого? Какой толк? Я могу сказать тебе другое, и ты не поверишь. Ты должен там молиться и показать. И вот они скажи, как на подбор. И такая как будто уверенность, и такая злоба. Нельзя отвечать даже. Я боюсь отвечать. Только дрова под костер подкладывать. С сектантом разговариваю. Редко-редко, когда вот такой покорит. Ну, редко. Просто один за два года. А это пятеро таких, один маленько помягче. И сказать, я тебя не трогаю. Ты зашел ко мне на мой ресурс, на моем ютубе. Не пасется или в Мэйл.ру, а прям с зубами рвет все. И больной сам. Больные, я знаю, родственники у него все. И он ничего не может понять. Почему? Семь злейших. Да ты пришел на такое сокровище. Да ты посмотри, сколько здесь всего. Да даже если я где-то сказал, тебе не нравится, ты махнул рукой, даже не заметил бы. Только сейчас вот мне выслали. Один говорит, я сколько разбираюсь в этом интернете. Я, говорит, нашел такой сайт, такой форум. Я недавно нашел, года два с половиной. Я тебя не вылажу теперь. И другому говорит, то ли он знает или не знает, что это наш человек. Ему скидывает и на наш сайт, и на наш форум. Я заранее могу сказать, нет такого ютуба ни у кого. Ни у кого. А уже про сайт не говорю. Нету. Просто я знаю теперь, уже маленько расчухался. Нету. А про форум уже говорить не надо, занятый. И после этого говорит, что нашел что-то лучшее. Да нет. Я бы мог прийти к ним со строго, с этим людям, я не отвечаю ни разу. Я боюсь, я сижу в этом, только бы хуже ему не было. Вот он на меня нападает. И сколько он нападает, столько раз он меня на молитву поставил. Да он не знает этого даже. Не знает, как я его люблю. А как можно любить? То, что я его не проклинаю. То, что я прошу милости Бога на него. Хочу ему благо, чтобы он узнал. Так он не узнает. А это я не хочу знать даже. Мне дано прямое повеление любить врагов. А он любит и враг. Вот апостол Павел-то к этому нас и подталкивает. Какие слова сказать? А надо ли говорить? Первый вопрос. Ну, я пример как раз, Игнатин Ильич, все уже рассказал. Сейчас вы знаете, я вот когда был в Красноярске в том году, позатом уже году, то там церковь эту обогревал, где мама-то в деревне в этой, Андрей, 21 год ему, я рассказывал про него. Ну, там он сирота вроде бы был. Потом оказывается, что всех обманул, он не сирота, убежал из дома. Не хотел просто работать. И все время он о семинарии бредил. Ну, а тогда же мама в восторженных красках, Андрюшенька там, да мы там, он такой помогает. Я пришел к нему, взял книги, пришел к нему туда, в церковь. Он там живет, при церкви. Начал с ним беседовать. Он сразу, что сделал первое, прочитал для Слова Божьего деду. Сколько он там прочитал, не знаю. Но мы встретились через неделю, начали говорить. Он сразу, а этого я вообще не принимаю. Этот дед, он говорит, разрушитель только. Он все, он все только для своей славы делает. И тот книгу себе тут написал, все с кем встречался, все для того, чтобы слава у него была. Ну, я посмотрел на него, потом, ну, забрал все книги, конечно, бесполезно. Думаю, да, если он в семинарию попадет, не приведи Господи. Ну, и что думаете? Случилось так, что он сейчас учится в семинарии на первом курсе. Взяли его в семинарию. И он переписывается в интернете с священником, который сейчас новый. А он был уже, за пьянку его выгнали. И тут опять ему дали, ну, сам и святослужить. И вот он служит. И он ему пишет. Поклон тебе, там, брат Андрей, ну, от Иерея, там, Иоанна. А тот ему отсылает там обратную. Ну, и вас приветствую, будущий протоиерей Андрей. Это вот последние сведения. И что мы будем иметь? А я когда ему говорил о Слове Божьем, я думал, он Новый Завет будет читать, толкование, там, что-то такое. А он говорит, а это нет, это, говорит, я на пост отложу еще, говорит, в пост почитаю, говорит. А пока поста нет, мне, говорит, зачем Слово Божие не надо? Надо как можно больше житей святых прочитать, потому что я монахах, монашествующих. Потому что главное все в монахах, мне нужно еще монахом быть. Следующий стих. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Хочет через это утвердить любовь к впадшему в блудодеяние, о котором писал в первом послании. Ибо по приказанию Павла они все отвратились от него, как внушающего омерзения. Итак, чтобы опять приказанием противоположного, то есть принять его и оказать ему расположение, не соблазнились о Павле, как о непостоянном, весьма благоразумно предлагает Слово. И делает и их участниками в прощении, говоря, как он опечалил всех нас вообще, так все вообще должны радоваться о прощении его. Ибо не меня только, говорит, опечалил он, но и всех вас частью, то есть поразил малой некоторой скорбью. Не скажу, чтобы совершенно опечалил и вас, равно как и меня, но все же, чтобы не отягчать его, впадшего в блудодеяние, частью говорю, опечалил он вас. Я не помню, где уже встречал такую мысль у святых о том, что когда человек впадает в грех блудодеяния, то он впадает в сеть всемирную, как вот эта сеть всемирный интернет, так и это. Потому что все блудники, они как бы увязаны между собой, и это как паутина, как сеть единая. Поэтому, если он попал туда, то радость всей этой сети, да, и вот это опечалилось, значит, он опечалил и их тоже, вот, тем, что он попал в эту сеть. Всю эту общину коринфян. И поэтому, ну, он говорит, апостол Павел, что вас-то он опечалил только частью, а меня не так опечалил вас, как меня он опечалил. То есть его печаль больше, чем их печаль, и его радость, соответственно, больше, когда он покаялся в своих делах, выбрался из этой паутины. Ну, конечно, с помощью Божией, с помощью Духа Святаго. Ибо своими силами ни один грех, пожалуй, не преодолел. Потому что дьявол, если зацепил на каком-то грехе, то он постоянно будет тебя совращать, если ты не будешь прибегать к помощи Божией, к помощи Духа Святаго. Да, Сюша? Да? Вот сюда вопрос. Да, да. Не знаю. Ну, если, как с помощью силы Божией, я тоже с этим согласна. Но для этого нужно свое собственное желание. Вот тоже надо, мне кажется, что без своего желания это невозможно даже и привлечь. Потому что, хоть как-то не завин, но если сам, своими усилиями... Из своей разбитой лодки, если вода поступает, она нас черпит, нужно самому надеяться на помощь Божию тоже. Да. Одновременно. Или даже вот детей, которые у нас вот в лагере, много же прошло через наши руки детей. И вот есть дети, которые, вот казалось бы, подают такие надежды и как-то вот верят, что этот ребенок уж это точно, он уже сегодня определен, что он от Бога, что Господь в него... Едан. Да, что он избранник Божий. У него такие как-то есть и желание что-то делать. Он приобщается к труду в лагере, приходит с вопросами, приобщается, просит вот подсказать, а как вот это вот? И причем это с духовной стороны. И вдруг ни на чем обрезается, вдруг охладевает вот ко всему. И вот тут действительно вот это вот огорчение такое вот у меня есть за нескольких вот детей, и такое вот огорчение внутри меня, и до сих пор я молюсь за них, чтобы они не потерялись, чтобы потом, в дальнейшем, они наши вот... Это наши, чтобы они когда-то все же вспомнили те свои же начинания, с которых они вот начинали, и вернулись хотя бы к тому вот туда. Очень хочется. Да, но есть наблюдение такое. Я вот с сожалением наблюдаю метаморфозы не в лучшую сторону одной нашей сестры, которая, когда принимала крещение, перед крещением, какое было желание, какое было стремление, как... Игнат Игоревич постоянно о ней говорил, я не видел такого человека, чтобы она вот так себя вела, такое вот желание, такое горение к Богу, такие молитвы, такие вопросы духовные. И потом все... Это еще зависит, конечно, от того, в какой среде она находится, будучи ребенком. И потом Господь нам, батюшка, постоянно говорит, что нужно всегда нудить себя, постоянно возгревать в себе это чувство, и чтобы не потерять эту первую любовь, эту искру первую, чтобы потом ее очень легко загасить внешними обстоятельствами, внешними условиями. И, конечно, если в семейной среде нет этого поддержки, этой подпитки, то это легко может быть погашено. Ну, я думаю, чтобы догадались, и нет смысла даже произносить имя. Ясно. Там песни сочиненные. Да, там отцы, там что было. Да. Это интересно. Она действительно была вот такая, ну, прям вот все в ней горело, все, у нее было такое желание, у нее старание было, она все хотела ухватить, и вдруг ничего не стало. Это единственный человек, который меня заставил покраснеть от стыда, о чем пришлось разговаривать у меня здесь. Я даже никогда не думал, что дойду до такого. Так, следующий стих. Для такого довольность его наказание от многих, не говорит для впадшего в блудодеяние, но для такого, как и в первом фермопослании. Но там не хотел даже именовать его, а здесь, щадя его, никогда не вспоминает о грехе, научая и нас сочувствовать находящимся в преткновении. Ну, во всяком деле, проявить нужно рассудительность, нас призывает Господь. Поэтому и здесь тоже и снисхождение, и рассудительность. Следующий стих, седьмой. Так что вам лучше уже просить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. Не только говорит, снимите запрещение, это толкование. Не только говорит, снимите запрещение, но и нечто большее даруйте ему. И утешьте его, то есть возродите, уврачуйте его, подобно тому, как наказавший кого-либо не только отпустил бы его, но и приложил бы заботу к исцелению его рам. Хорошо же сказал, вам лучше простить. Ибо, чтобы он не подумал, что получает прощение, как достаточно исповедовавшийся и довольно покаявшийся, показывает, что он получает прощение не столько за покаяние, сколько по снисхождению их. Следует, говорит, принять его, утешить и уврачевать, дабы он не был поглощен, как бы зверем каким, или волнами, или бурью, или чтобы от отчаяния не дошел до самоубийства, как иуда, или чтобы не соделался еще хуже, то есть не в состоянии будучи переносить скорби от чрезмерного наказания, не предался большему нечестию. Заметь, как и его, обуздывать, чтобы он, получив прощение, не сделался еще нерадивее. Я, говорит, принял тебя не потому, что ты совершенно очистился от скверны, но боявшись, чтобы по немощи своей мог бы сделать чего-нибудь хуже. Заметьте то, что наказание следует назначать не только по свойству ирюхов, но и сообразуясь со свойством духа согрешивших. Такое пространное толкование. Есть у кого размышления по этому стиху? Да? Еще в порядке совета, что ли. А вот если к таким вот детям, которые, ну, теперь они вот уже не дети есть, а есть еще дети, вот, как бы вот применить такой какой-то стимул, что ли, вот, что-то для них придумать, вот я про Ваню думаю, что вот он ребенок такой, вот спит он, вот он спит, но я и вот в это лето, нынешнее лето, когда ему отдаешь какое-то задание такое, которое ему интересно, и он интересно, он и выполняет интересно, и он старается потом еще и рассказать, а он рассказывать очень умеет, и хорошо умеет рассказывать, он так красочно все, и он ведь и делает. И вот однажды ему, вот я знаю, что ему попросили его читать псалтирь, и шли мы, возвращались с ним из храма, и я говорю, Ваня, как хорошо, что тебе это поручили, вот это читать-то, псалтирь, но ты теперь между делом, вот какие-то между занятиями, бери псалтирь, и прежде чем до утра, ты прочитай следующее, вот что ты будешь завтра нам читать утром, вот это. Вы знаете, он стал, правда, искать такое время, стал садиться и читать, и потом у него стало уже лучше, лучше получаться, его как-то вот, ему нужен стимул, его надо заинтересовать, и он не становится спящим, он интересный ребенок. Вот я об этом хотела сказать. Как-то вот, он еще ребенок, его надо стимулировать, ему надо подсказывать, ему надо где-то похвалить его, а он к этому отзывчивый. Понятно, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход, и вот не случайно мы видим образец того, от апостола Павла. Да, все дети в основном, процентов на 80. Интересно. И потому прошу вас оказать ему любовь. Короткий стих 8. Не приказывай уже, как учитель, но как защитник просит судей оказать ему любовь, то есть с крепкой любовью, а не просто и никак случилось принять его. Показывай также и их добродетель, ибо те самые, которые прежде так любили человека, что гордились им, теперь по причине его греха возымели к нему такое отвращение, что сам Павел ходатайствует за него. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Толкование. Устрашает их, чтобы, опасаясь осуждения в неповиновении, охотнее оказали человеку снисхождением. Я для того и писал, чтобы узнать на опыте вашу добродетель повиновения. Так же ли окажете ли вы мне повиновение теперь, когда его следует утешить, как оказали оное тогда, когда я наказал его? Ибо такой смысл слов. Во всем ли вы послушны? Хотя и написал не для этого, но имея в виду спасение согрешившего, однако, говорит, для того, чтобы тем более расположить их в пользу виновного. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Вот куда возвел. Этим смягчает несогласие и упорство, по которым они могли бы не оказать человеку снисхождение. Ибо здесь представляет их источником его прощения, а себя соглашающимся с ними, чтобы они не подумали, что прощение предоставлено их власти. И вследствие того, не пренебрегли прощением человека, показывает, что он уже даровал ему оное, чтобы они не могли воспротивиться ему. А чтобы они не оскорбились, как пренебрегаемые, говори, для вас даровал ему я прощение, ибо я знал, что вы будете согласны со мной. Затем, чтобы не показалось, что он простил его для людей, присовокупил, от лица Христова. То есть простил по воле Божией, пред лицом Христа, и как бы по его повелению, как представляющие его лицо или во славу Христа. Ибо если прощение совершается во славу Христа, то как не простить согрешившего, чтобы прославился Христос. Есть рассуждения, но тут как раз о том, о чем говорила Людмила Степановна, что нужно всегда благодарить Бога, прежде всего, и благодарить человека, который обличает тебя, наставляет с благодарностью, все принимать. Я хотел как раз сказать, что как так вот вообще получается, что приходят к власти, будем говорить, к власти, в общих духовных такие люди. Как это получилось-то, что этот блудник, блудник такую власть заимел, что начал действовать на умы чуть ли не всей общины. И все сидели, молчали. Это там только кто-то уже начал, там, ропотники, как говорится, в кавычках, конечно. Доносители, как обычно они говорят. Ну что, донес уже, пошел уже этому, донес ты все, да? Тут с вами теперь даже вообще сидеть нельзя. Мама у меня выдала. Ну что ты, все теперь будешь доносить, да, Игнатию своему? Он настучал. Настучал на меня? Я говорю, а что ты прикидываешься овечкой-то? Ну прийди и скажи в глаза, что ты думаешь. А то стоит такая все, и говорит, ну вы знаете, этот сын мой, он всегда на меня, ну вы его знаете. И все, ну все, да, знаем, знаем, да, он такой, он тебя зажрет без мыла. А сама там вершит свое дело. Это у вас только такая строгость, молочко нельзя, да там, да все, шоколадом детей не кормить. А у меня внучка кроме шоколада ничего не ест. Я говорю, да это на моих глазах все вы совершили, убийство этого ребенка духовное. А теперь начинаете уже. И я вот к тому, что вот апостол Павел-то говорит, вот такие слова-то тут сладенькие и миленькие. А ведь он не так сказал там, первый посланник Коринфянам. Он-то там по полной программе его пропесочил, и отдал в лапы сатаны, только не на смерть единственное. Это теперь он уже, я вас огорчил, и все сидят кивают, да, огорчил. Да как огорчил? Вот сказал, как там написано? Воизмождение плоти, сказал. Сатане передаю его, воизмождение плоти. Вот это да, вот это дедушка погладил по головке. У нас такого практически никогда не бывает, я даже не помню. Но Игнатий Тихонович, говорите строгие слова, но чтобы такие прям, вот так вот, ну я не слышал, чтобы говорил. Но, правда, не тот размах и людей был, конечно. Вот я могу сказать, что Саша Муха, ну подходит к этому, очень сильно. Очень тетя Алла, он, конечно, и горькая, но деваться некуда. Но я думаю, даже что он не слышал таких слов, может быть, эти бы слова остановили, молитвы всей общины. Я к тому, что будущее-то у нас еще есть, поэтому, вот как Игнатий Тихонович любит говорить, что батюшка, говорит, он уже идет по головешкам, потом печалится, конечно, молится, а до этого, как не замечает, говорит, и сколько уже обращений было, и так далее. Ну, видим мы, что и вот Игнатий Тихонович тоже поступает иногда, он очень милосерден. Даже все удивляются, говорит, такой ортодокс, и вдруг, вот этот Сергий, который был с Кристиной, принят вот в этот раз, они крестились. Я сразу братьям сказал, братья, я был на занятиях, я видел этих людей, если что-то будет зависеть еще, а меня как раз не было, я на работе был в тайге, я говорю, передайте, что я против крещения именно вот этих двух людей, ее Кристина и Сергия, а Татьяна, она верующая, однозначно, потому что я был на занятиях, я беседовал с ними, там, ну, на занятиях близко сходишься с людьми, там они открываются, люди в вопросах, тем более у них дома, поэтому говорю, я против, чтобы, особенно Сергия не крестить, ладно, нам Кристину, если еще, но Сергия, ну, ни в коем случае, и вдруг приезжаю, мне огорашивают, говорит, Игнатий Тихонович очередного пропустил, я думаю, да что ты, и мы с братьями собрались, я говорю, как братья, нам сделали все возможное, Игнатий Тихонович сказал, ну, раз жена идет, здесь Кристина, ну, тут уж, как-то, ну, то и его тоже, я говорю, да он же никакой, ну, мы ему так и говорили, но Игнатий Тихонович говорит, вдруг, и вот мы видим сразу, первая же ошибка, ну, замечание, первое замечание ему, за бритье бороды, и все, и сразу сорвался, хотя и до этого тоже говорили о бороде, вроде бы принимал человек, и все, и ничего нету, казалось бы, ну, то ли обличения не хватает, то ли, Господь просто попускает такие испытания людям, ну, не знаю, огненное это искушение или не огненное, не могу понять пока, но, они такие неприятные, но я ничего не говорю, Игнатий Тихонович, это милость его, он имеет такое ходатайство, помоги Господи ему, потому что иногда пророчески оказывается, что человек, время проходит и, может, обращается, есть, и такие тоже, я думаю, должны быть, и такие примеры, он о чем говорит, вы понимаете, нет? Да, я понимаю, понимаете, это сродство душ, я еду из Латвии, в сторону Москвы, сейчас не могу сказать, кто-то мне, видимо, в Риге дал книжку, о нашем уповании, Дмитрию Дудков, она маленького формата такая была, побольше маленькой Евангелия, я очень спешу, кажется, на корабле работал, домой надо, потеряю, я считаю, у меня невозможно считать ее одному, я выйду в тамбур, в тамбур и читаю, а один читаю, ночью, и стою и плащу, я нашел человека, который понимает это, все, я заехал в Москву, а не знаю ни адреса, ничего нет, я его нашел, Виноградово, где он там сто жил, Гребнево, где-то, приехал, и как-то сразу к нему пробился, и что интересно, у него сработало сразу, он сразу комнату запер, никого не стал принимать, мы двое остались, и после этого мы вышли, там, помню, в парке такие столетние липы, и мы там прогуливались двое, вот этот самый первый момент, он покрывает все, что потом уже было, и было неурядицей, вот этот первый момент полного единения, ночь, тишина, помню, на деревьях заснувшие вороны, и мы двое ходим, кажется, луна была, я увидел, что он понимает все, о чем я говорю, я тогда ляпнул, не знаю, что он говорит, надо вот лески, я пишу, издавать как-то, ну, брошюрку, я говорю, нет, не брошюрку, тут надо книгой, в стороне с 500 издавать, он прям вот мне думает, кто же это позволит, да это как, советское время, ну, 79-й год еще, а потом ты видишь, откуда пошло, у меня уже не 500, а 752 страницы будут книги, но уже к утру мы поняли, мы очень и очень разные, надо же так, к утру, книги, вот как, если ты учуешь, услышишь, что у тебя есть там человек, погони себе сторонами, еще можно, еще я хотел сказать, я вот сейчас, Игнать начал говорить, я забыл, я говорил вот о радости, о той первой, которую не имею теперь нигде, при встрече, я хотел сказать, что это надо отдать должное, что от близки этой радости, лежать на всех чадах, и тетя Алла, это первая была, Петеримова, первая чада, Игнать Тихоныча, с которым я беседовал, и тетя Алла на меня, неизгладимое впечатление оставляет, и по сих пор, и тогда, просто я был поражен, и когда вот она, и плакала за меня, я помню, и так переживала, все, я-то уже готовый был, все, я-то вижу ваши переживания, я уже тогда был, уже с вами, все, но она видит, что там и Московская Патриархия борется за меня, еще меня в священники, там уже хотят рукополагать, она думает, ну сейчас перебьют, а на самом деле, ничего бы этого не было, потому что, слова уже, которые дали мне прочитать, да, Словом Божьим придается, молчанием придается Бог, это как раз про меня было сказано, я никогда не буду молчать, я так про себя решил, потому что, Слово Божье не слышно нигде, а Слово Божье, оно само кричит, и оно должно через кого-то вещать, это я уже понял, читая Библию, и поэтому, будучи еще не до конца верующим, еще не слышав слов о покаянии истинных, о рождении свыше, а ты, это изус инотик, значит, я уже услышал, веру в Бога я приобрел, через Слово Божье, и я видел, в каком поругании находится Слово Божье, и нигде не встретил я ни одной сродственной души, вот кроме души моей супруги, Марины, это первый человек, с которым мы могли беседовать о Слове Божьем, ну, какие-то рассуждения у нас были, и это, я тоже, этот отблеск самого Слова, вот он передался, и на всех, чат через уста Игнатихноча, но видимо, он как по крупицам тоже все собирал, и какие у него отклики в душе были, я не знаю, ну, могут ли они сравниться, но будем говорить, что каждый имеет здесь уже свое, главное, чтобы мы все дошли до Царства Небесного, вот через те, все тернии, которые Господь говорит, скорби, а они нас ждут впереди, уже они, мы уже дождались их, еще ничего нету, а сестры, казалось бы, такие духовные сестры, и уходят сами, и куда уходят, никуда совершенно, и главное, они теперь, там это все прославляют, и делают равенство сейчас, знак, это так же одинаково, и там то же самое, это первое я услышал у мамы моей, когда она вдруг, я как-то ей позвонил, говорю, мам, ну как ты там, тебе там тяжело одной, она, сынок, да нет, у нас тут хорошо, у нас тут 4 вот сестры тут ходят, все, потом я, уже она потихоньку начала мне говорить в этот раз, она там и приторговывает, свечечки там продает, какие-то иконки, когда там нету кого-то, и там батюшке помогает, и на клир там становится, что-то там закрывает, и при части, естественно, все это, все у ней там это есть, и нету никакого сродства, и вот это вот разделение, вот очень сильно чувствуется, в последнее время, особенно, да, Евгения Степановна, я хочу сказать, что очень маленькой сестрой, я вчера разговаривала, очень маленькой, которой примерно еще, нету даже 5 лет, и она знаете, что мне сказала, я бабе своей, бабе, говорю, говорю о Боге, чтоб она молилась, чтоб она там, она никак, она не хочет, я так поворачиваю, а ты знаешь, что Бог дал свободу, Бог дал свободу, ты не дави на бабу так, ты не дави, как не дави, я заставляю ее, прямо я кулачком, по столу стучу, я говорю, по столу кулачком стучишь, да, стучу на бабу, чтоб она молилась, она молилась, она сказала, не могу молиться, не могу, я уже сколько с ней, не могу заставить, и знаете, я поняла, почему уходят от нас сестры, Бог им дал, они увидели во всей красе, все развернул для них, они желали, они получили, и они не оценили, они поняли, Бог дал нам свободу, и они выбрали другое, им нужна менее строгость, меньшее, и Господь им дал, и они, они считают, что они здесь обрели свободу, потому что здесь никто за ними не следит, ни здесь, никто так не, не дает им, чтобы они исполняли Слово Божие, и они так развернулись, что они такие уже сами, такие матерые, что они могут других учить, что они там, понимаете, я поняла еще с разговора с другой сестрой, со старшей, которой, ну Бог дал свободу выбора, и Бог ни на кого не давит, как маленькая сестря вчера говорила, так и наши большие сестры, а почему он ушел, а почему он уехал, а почему не возвращается, да он не хочет возвращаться, это не по его душе, как он терпел еще, как он, он не хочет возвращаться, поэтому, эта свобода дурно на них повлияла, как бы Господь еще и нас бы скормил, не свобода дурно повлияла, а неправильное понимание свободы, потому что свобода, это, что есть, осознанная необходимость, Когда ты понимаешь, что вот этот путь для тебя, и когда ты понимаешь это, что ты должен, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, тогда ты все вот эти стихи слагаешь, как Дева Мария слагала слова через Архангела Благовестителя в сердце своем. Когда слагаешь все эти стихи друг к другу, и когда ты осознаешь, что ты должен в каких-то рамках себя вести, что над тобой должно что-то быть, что кто-то наставлять тебя должен, что ты уже никогда не достигнешь тех высот, которые необходимо достигнуть. Это только в идеале может быть достигнуто. А дальше? Тогда ты и свободен, когда ты осознаешь, что над тобой должны быть руководители, что должны тебя наставлять, принимать обличения. А когда этого нет, тогда это свобода-то нет, это кажущаяся свобода. Терпение и смирение и крутости, какие верха достигнуты, я хочу уже учить, я хочу, я уже готова. Не готова ты. Обольщение одно. Конечно обольщение, да. Нина Александровна. Я не об этом хотела-то, а вот. Смирение, терпение, опытность. Вы про опытность-то скажите. Смирение, терпение, понятно, и через них только опытность приходит. Смирение, терпение, конечно. А потом опытность дает надежду. Вы понимаете, как это сложный процесс? А тут перескакивают, перескакивают. Конечно перескакивают. Это вообще даже дурно это все. Поэтому про новообращенных и говорит апостол Павел Тимофеев. Особенно из новообращенных не ставить. Чтобы как сатана потерпел крах, чтобы он такого уже не претерпел. Но речь-то идет уже не о новообращенных, а о тех, которые уже 25 лет и вот такие промахи. Если говорить о свободе, то это свобода от греха. А там, значит, грехи такие, что утащили. Не об этом я хотела сказать. Вот сегодня была проповедь-то, и там было сказано. Такое обилие благодати, что даже если будем питаться крохами от того стола, и то мы напитаемся. Вот Игорь как раз вот это было, маленько уже я отстала, я хотела добавить. Нет, ты сейчас вот что говорил, вот к этому я хотела добавить вот то, что сегодняшняя проповедь читалась. И там нам, это Златоуста было, такое обилие благодати Господь отпускает. Столы наполнены, как вот у нас столы наполнены, они словом Божиим наполнены так. И даже если вот отсюда какие-то крохи упадут в сердце, то ты уже будешь наполнен. Если будешь даже крохи с этого стола собирать, и то наполнишься. Вот сегодня была такая вот мысль. Игорь Тихонович, я хочу сказать, как бы не совсем в связи с Вашими словами, от апостола Павла говорит, почему он так в Каринфином расположен был? С какой-то осторожностью, боялся сказать, как бы не оттолкнуть. А говорит, о домашних лойных мне такое известно. Я и проверять не буду, я поверил в это. У Вас такой разврат, даже не выскажешь. Но столько же он любви к ним высказывает, даже к кремлинам этого у него нет. Спрашивается, а почему? Я по своей просто жизни хочу сказать, почему. С родства душ. Он что-то видел в них, что было у него. И он понимал, ему Бог открыл, открой ты им. Я дома. Переплетом занимаюсь. В то время магнитопоны, кажется, 10 магнитопонов переписывают. Пленки размножаю. И радио включенное. И слышу слова, какие. Надежда Васильевна мне говорит, ты с отуши, что говорит-то? Я слышу, мое передают. Мое, потом раз слова, не мои. А кто это говорил? Зоя Крахмальникова. Мужской голос, ее горькие плоды сладкого плена. Ну и все. Так ее слушали-то, передавал Вашингтон, сколько. Теперь я знаю, никого больше так не коснулось, как меня. У меня такая жажда встретиться с ней. Я ждал встречу с ней, как первый раз с девушкой. И как поехал я со мной, Николай Шевченко был и Толстов Володя Стальменки. И как мы у ней в комнате встретились. Это все зафиксировано, что-то потеряно. Но фотографии остались, они у меня в книгах есть. Вот так же я услышал об отце Александре Мене. Сразу же желание встретиться. Я чувствую, что это колос. И как, а когда такие делали на пленку и снимали кадрики, а потом рукой проворачивали, на экран проецировали. И в это время считать надо было, что там написано. Диафильм. Диафильм. Кинескоп или как-то назывался так. Фильмоскоп. Фильмоскоп. Да. И там они тринь, тринь, вот так вот кадры меняются. И скажите, я в Москве нашел, кто это делает. Александр Александров. Саша. Он еще не красный, а я уже на красный жал. И как мы приехали, как первый раз встретились, как я собирал все, что он сказал, как мое интервью было, как мы пошли, он выбрал место отец Александр. Почему? Это внутреннее. Никто этому не заставляет. Притащил магнитопон. Магнитопон-то огромадный. В мешке провода от него тянутся. И все равно все записано, все сохранилось. И наше аудио на нашем сайте. Это внутреннее, вот это нельзя передать. А почему другое нет? Но слышали же другие, слышали. Почему никто не пришел? Она сейчас в Америке, они уехали. Ее фамилия Муранова Лидия. Они с мужем там разошлись. Дети в Америке уже выросли. Поехали там лет на 8-9. Оба работают, кажется, в военно-воздушных силах Америки. Если в случае чего, где они окажутся? Но она до того добрая. До того мне она показалась вот такая. И она все о себе рассказала. Только мне дала знать о себе. Вышла на меня, нашла в Мейл.ру. А я ей ответил. Она говорит, а я ее знала, вы сразу ответите. То есть в ней вот это сохранилось. И сколько там было благодарности. Как она говорит. Это внутреннее родство. Это нельзя этому научить. Нельзя. Это вымолить надо у Бога. Вот так у меня встреча была и с Глебом Якуниным. Я услышал. Нашел его. Нашел. И такие огромные интервью были взяты. А уж когда он освободился, тем более. Саша Огородников. Это был очень большой подвижник. Сколько он сидел. Я тут же в Москве его поехал, нашел. И сколько мы с ним беседовали. Я увидел, он очень нуждается в помощи. Он болезненный такой. Я ему сказал, оставь все дела свои политические. Поехали потеряю. Зоя Крахманикова звал я. Вот. Я их не звал. Это внутреннее. Вот если этого-то нету. Прошел, прочитал мимо. Но как отверженные Виктора и Геогова солдатики идут, позевают. Скучный фильм. А для меня это начало пути было. Все. Я понял, что здесь то, что я искал. Роман отверженный. Поэтому апостола Павла, вот я его понимаю, когда он так говорит. Он боится их оттолкнуть. Боится. Как я? Я вижу, что не согласен в чем-то был. Не согласен я был со всеми. Открыто я это высказал. Ну, двоим, допустим, троим. Но сохранилось только с Александром Менем, где я говорю ему напротив. А Зоя-то не сохранилось, так помню. Я в полноте не увидел нигде полного единения. И они это сразу поняли. Она говорит, я кабинетный работник, а вы трибун. Вам тысячная толпа нужна. Я не могу этого. А она все это поняла. Я говорю, я не могу написать, как вы напишите. Она кандидатом философских наук, литературный конститут кончила. В РАН работала, Российская академия наук. Она очень большой человек была. А потом отбывала здесь, у СКОКСа, в Горном Алтае. Нельзя заставить любить. Должен быть отклик. И я встретил в них ответ. Я встретил это. Это от Бога. Это великий дар Божий, любовь. И он располагает. А почему? Многое знает Соломон. Говорит, я не пойму, путь полета птицы, путь змея по скале, путь мужчины к женщине. Но он ли не знал. Кирилл Абурич. Не могу понять, в какой момент, почему я выделил ее именно. Ну ладно, нигде не ездил. Первая какая будет, Чукша, на той и женишься. Как эти, когда Колумб туда приехал, на той земле начали жениться подряд. Или русские офицеры на севере, там камщадалки, узкоглазые, там луна. А ему разницы нет. Жениться и такие дети там рождаются. Здесь другое. Здесь выбор был. И я выбор этот точно сделал. Именно на этих. Много слышал. Но их я должен встретить. Вот говорят, я в пестии. Это первый, которого я так принял сердцем. Радиопроповедник. Я все равно с ним связался и переписывались дальше. В Стокгольме. Он в Америке был. Это любовь. Любовь не знает преград. Дядя Гоша, я говорю, лютых. Камск, Красноярского края. Услышал мой разговор с Дмитрием Дудкой. Приехал слепой сюда. Вот она, он знает, Алла сидит, показывает. Приехал сначала с поводырем, а потом один совершенно слепой, 100%. Это любовь. Для нее нет преград. Моя мама из Потеряевки приехала в госпиталь Хабаровска. И приехала в Латвию Венспилс. Сколько же это любви-то было. И она откликнула, через меня она уверовала. Это дар Божий. Это тайна Божьей любви. Я вот иду к священникам. Он даже не понимает, на меня нападает. Но он не на меня. Он воображает, что я такой там. Я не могу ему ответить. Я его оттолкну еще больше. Я могу только молиться. А он даже этого не понимает. Ему никто это не расскажет. Я ему не отвечаю, потому что он будет еще дальше тогда от меня. Лгать я не могу, а скажу то, что, видимо, сатана это и ждет. Он законопатил его. Теперь не дает ему слышать. Это борьба. Это рассуждение на всю жизнь. А не так. Я знаю, я врублю, как волков. Он не понимал, где сказать, где не сказать. Вот из тех людей, которые на меня нападают, я отвечаю, может быть, одному из десяти. Вот он, на берегу. В Латвии, мама моя. Посмотри. Это на Балтийском море. Я в это время уже ушел с корабля. Кажется, ушел. Это мне 23 года. Мария Егоровна. В это время у меня было сколько? 12 ребятишек. Мама, смотри, как выглядело. Это волны, море. Тут, кажется, еще что-то есть. Ну, как ты нашла, молодец. А я помню это, потому что у меня есть личная... Вот они. Вот через кого я обратился. Вот они. Вот он, Михаил. Вот Анна. Это я и мама. Брат родной сфотографировал. Вот они где. Тут подписаны. Это мои духовные родители. Они из пятидесятников. А до меня нет ничего. После этого я опять еду туда. Это любовь. Любовь. Можно рассказать, а? Можно рассказать про это. Можно рассказать про это. Предпочтение одного другому. Вот что такое. И они ничем не выделяются. А это, как говорится, флюиды какие-то распространяются. Но это не христианское слово. Это особое такое излучение любви. Я видел, вот есть из области таинственного книга на 800 с лишним страниц отца Григория Диченко. И тогда были снимки. Молодые встречаются. Вот так пальцы подносят. А тогда аппараты были. И показывают, как у них вырывается, как пламя свечение. И пальцы это, пламя соединяется. Пальцами. Да, да, да. Это любовь. А когда насилие и прочее, это чернота. Насильно мил не будешь. Поговорки как? То есть нету того излучения ответного. И ничего, кажется, дороже здесь на земле нет. Я вот услышал апостола Павла. Полюбил Библию, для меня ничего нет. Для меня болезненность вызывает, что Библию русскую, там, синодальный перевод кто-то отрицает. Тут я уже на полную катушку выкладываюсь. Я ему докажу, что он не прав. А были такие, которые все выслушали и остались при своем мнении. Да не могу припомнить даже. Они или отходили, или просто подавлены были. Я еду тогда, как на танке. Любовь. И вот апостол Павла в этом послании, хотя о любви, он о радости больше всего говорит в послании к филиппийцам, сидя в тюрьме. Но, кажется, большая любовь к этим падшим детям, к галатам и к этим корынтам. Еще все, наверное? Да. А вы не переборщили? Нет. Следующий стих будет просто золотой стих. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны умыслы сатаны. Умысл один. Сатана разделить, бросить как пшеницу. И они этого не понимают. Я ему отвечаю, он задирается прямо, захватает меня. Я не могу ответить. Иначе вы сделаете еще дальше. Потом. Вы еще раз скажете, что. Это не обязательно. Хорошо, планируешь. Хорошо, планируешь. Хорошо, планируешь. Планируешь. Потом поклонись вот так, чтобы до пола могла рукой достать. Ну-ка достанешь. Вот так. Она хорошо умеет. Давай. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи. Прости меня грешным и помилуй. Ты, милостивый Господи, великий щедроты Твои и безмерно Твое долготерпение. Мы благодарны за этот день, в котором мы вспоминаем о той милости, которую ты оказал нам через Тимофея. И мы имеем связь со всем миром. И можем делиться этим сокровищем неоцененным. Слава Тебе. Ты, Господи, знаешь, как распространить то, что Ты нам дал. Как явить людям эту любовь Твою. Благослови нас и распустись миром. Даруй мир Израилю и Украине. И приготовь русскую землю к великим и страшным испытаниям. Благослови правителей стран и патриарху, епископам, священникам, пасть и даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу. Коснись, Христос. Коснись, Христос. Подними в руки, помолимся. Отец Небесный, мы просим Твоего благословения на это место. На каждую душу, с кем мы соприкасаемся, видимо и невидимо. Коснись их Духом Твоим Святым. Мы просим Тебя, Боже, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, которые заповедовали нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слыши, тарапой. Слава Иисусу Христу, да благословит Господь это дитя. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. И когда еще подтяните, вот такая. Туда до конца можно. Еще. Вот так. Когда ты уезжаешь, брат? Вечером. Вечером? Ну давай.